Рассказ служили два товарища. Рота вела тяжелые и изнурительные бои уже пятый день. Фашисты наседали, советские пулеметы захлебывались, а враг все наступал, одна атака за другой. От полка осталось не более роты, но оставшиеся в живых бойцы на своем участке врага не пропустили. В конце шестого дня немец выдохся, и атаки прекратились. На час-другой над нашими окопами повисла звенящая тишина, а потом по нашим бойцам ударили немецкие минометы. Вначале мины летели беспорядочно, но ближе к вечеру они стали ложиться по линии окопов, выбивая осколками из раненых бойцов. В одном из окопов держали оборону мои земляки из Кардава. Рядовые солдаты, оба между боями, прямо в окопах вступили в партию. Чудом их не зацепила в боях немецкая пуля. Оба были женаты, у Ивана дочь, а у Василия к началу войны было уже шестеро ребятишек. Бойцы ели из одного котелка, во время отдыха накрывались одной шинелью. Они обещали друг другу, кто останется в живых, тот будет заботиться о семье погибшего. Мины стали ложиться все ближе. В грудь на вылет был ранен Иван. Голень левой ноги пробила Василию. Порвав грязную рубашку, Василий забинтовал свою ногу и оказал помощь другу. Василий взвалил себе на плечи Ивана и потащил ползком его в сторону полевого госпиталя. А мины все шептали в воздухе на подлете. Одна шлепнулась рядом. Василий столкнулся со спины Ивана в воронку. В этот момент что-то ударило его в левую руку. Боец на секунду от болевого шока потерял сознание, но придя в себя, вновь взвалил себе на спину друга и пополз вперед. Бойцов заметили санитары и помогли им выйти из-под обстрела. Иван часто терял сознание. В операционной госпиталя военный хирург, врач, капитан Томский, закончив операцию, сказал Ивану, «Ну, солдат, благодари Господа, своего друга, который вытащил тебя с поля боя. Операция прошла хорошо, будешь жить». Раны Василия через полтора месяца затянулись, и он пошел на поправку. Кость на ноге срослась неправильно, да и рука висела, как плеть. Медики бойца признали негодным для участия в боевых действиях и комиссовали по ранению. Опираясь на костыль, Василий Хромая пошел домой в Кардаво. Иван на поправку шел с трудом, осколок перебил ребро, прошел через легкое, пробив лопатку и вышел из тела. Рана оказалась тяжелой, врачам не удавалось сбить температуру, но квалифицированная перевязка, душевные отношения медсестер к бойцу и молодость, победили болезнь, и через четыре месяца Ивана выписали из госпиталя и комиссовали домой. В родном селе фронтовики встретились, их радости не было конца. Сколько было воспоминаний, слов благодарности, сколько было выпито самогона. Все село знало, какими героями вернулись они с войны, как один спасал другого. Но праздник кончился. Василий заметно хромал, и левая рука не слушалась его, и до громотежки-то у него было немного, поэтому фронтовику дали в колхозе лошадь по кличке Семен. Это был старый Мерин, который ходил в упряжке медленно, был послушен, а подчас и засыпал на ходу. Иван был пограмотней, и его правление колхоза поставило бригадиром. На колхозных собраниях он сидел в президиуме, и на его груди тихо позванивали фронтовые медали. У Василия наград было не меньше, чем у Ивана, но солдат их не носил. На вопрос «Почему не носишь?» отвечал. «Медали давались солдату на фронте, а сейчас я в тылу, и на работе я их растерять могу». В деревенской суете и заводах прошел год. У Василия родился седьмой ребенок, а в доме хоть шаром покати, есть нечего. Он не раз обращался в правление колхоза с просьбой дать ему хотя бы пуд хлеба, но всякий раз получал отказ. Жди осени, по трудодням получишь заработанное. У жены Насти пропало молоко, и через месяц малыш от голода умер. Анастасия, убитая горем и голодом, упала на улице в обморок. После этих событий Василий долго ходил по двору своего дома, курил. Так плохо ему не было никогда, даже на фронте. Там все понятно. Впереди враг, за спиной свои. Как спасти семью? Он не знал. Оказавшись в безвыходном положении, вчерашний солдат, герой войны, решил совершить кражу зерна в родном колхозе. На лошади он работал на зерноскладе. В этот день ему поручили возить горох с нижнего склада на верхний. Еще утром Василий из кучи колхозных мешков отобрал покрепче, выбрал надежную завязку и спрятал на своем теле под одеждой. Женщины ведрами нагрузили ему полную телепу гороха, и он, не взвешивая ее, повез. А чего взвешивать? С верхнего склада опять будут сыпать горох в тот же сусек. Это делалось для того, чтобы зерно не слеживалось. Выехав с нижнего склада, повозка должна была сделать крюк, объехав по сосняку и поднявшись на взборок, заехать в ворота верхнего склада. А там две женщины сапками разгружали телегу, сцепая горох сверху в сусек. Проезжая по сосняку, Василий остановил лошадь, убедившись, что его никто не видит, достал из-под одежды приготовленный мешок и быстро правой рукой наполнил его на три четверти. Он завязал верх мешка и отнес свою ношу в сосняк на гору, положил в корни деревьев и еловыми лапками прикрыл. Мешка со стороны не было видно. Разровняв зерно в телеге, он въехал на второй этаж склада. Женщины, как всегда, по привычке, разгрузили телегу. На складе работало, закончили, часов шесть вечера. Завязывающий складом, тоже бронтовик, был с одной ногой, вместо левой ноги у него был протез, деревяшка. Он запер все двери склада и попросил Василия на лошади отвезти его попутно домой. Завязывающий складом жил недалеко от конюшни. Довезя его до дома, Василий заехал на конюшню, распрак своего мелино и отдал конюку, чтобы завтра вновь запрячь отдохнувшую за ночь лошадь. С конюшней Василий пошел домой помочь жене по хозяйству. За горохом он решил пойти около десяти часов вечера, когда люди будут встречать стадо коров. В это время село словно вымирает, и его никто не увидит. Ночью идти с мешком опасней. Члены правления колхоза ходят по селу, дежурят. Комсомольцы помогают участковому милиционеру. Шагу не шагнешь, как арестуют. Дождавшись прихода стада, Василий пошел в сосняк, достал мешок, взвалил его на плечо и, прихрамывая, понес. Да идти-то был недалеко, речку перейдешь, а там по лугу поднимешься на взборок и по меже, по картошке прямо заднюю калитку своего дома. С мешком Василий прошел от склада заросли мельки вдоль реки, по мелководью, вброд перешел речку и ловку, по лугу между банями, поднялся на бугора, до дома оставался метров шестьдесят, но тут его кто-то окликнул. Василий, стой! Василий остановился, опустил с плеча мешок горох на землю и, повернувшись вправо, увидел колхозного бригадира, своего друга, фронтовика Ивана. Тот подошел и, не подавая руки, Василию сказал, что несешь? Вань, горох два ведра, дети от голод пухнут. Меньшой умер, жена в опор куководце упала, поэтому я решил их подкормить. Василий не боялся Ивана, они на фронте побратались, но бригадир казенным голосом ответил, что же ты творишь, родной колхоз грабишь, до чего ты, Василий, опустился. Василий подумал, что друг шутит, он с мешком на хромой ноге преодолел полтора-два километра, от пот гимнастерка прилипла к спине, по лицу крупными каплями стекал пот, дыхание сбилось. Василий подошел вплотную к Ивану и сказал, ну ты, шутишь, от твоих шуток сердце остановилось, давай закурим. Иван сухо ответил, я не шучу, мешок на спину и пойдем в правление колхоза. Ведь, что Иван не шутит, Василий напомнил другу, что они поклялись заботиться о семье погибшего друга. На это Иван ответил, что друг не погиб, а стал вором. Василий долго умолял друга, бригадирует привлекать надоели, и он приказал, бери мешок и за мной, иначе еще за сопротивление власти ответишь. Василий встал перед Иван на колени, по его щекам текли слезы, он вспоминал фронт, просил ради фронтовой дружбы не губить его семью. Но Иван, оборвав задержанного конюха, гневно сказал, ты фронт не трогай, мы там родину защищали, а не воровали, вставай, сволочь. Василий, рыдая как женщина, взвалил мешок на спину и, тяжело припадая на раненую ногу, пошел в сторону правления колхоза. Когда до контора оставалось шагов пятьдесят, Василий застонал и, выронив мешок, упал на землю. Он дышал нервно, а потом его начало бить, изо рта пошла пена. Приступ кончился минут через двадцать. Василий не мог ни идти, ни нести мешок. Он гневно выпалил бригадиру. Веди фашист, своего друга, который спас тебе жизнь на фронте. Бери мешок и неси, а я поползу за тобой. Иван поддал Василию в бок сапогом, а сам легко бросил мешок на плечо и пошел к конторе. Василий еле переставлял ноги, тащился за бригадиром. Несмотря на поздний час, правление колхоза «Сталинский путь» было многолюдно. На рабочем месте был председатель колхоза, уполномоченный райкома партии, начальник НКВД и председатель сельсовета. Бригадир с мешком за плечами направился к ним и что-то хотел сказать. В это время Василий правой рукой с силой толкнул бригадира в спину. Иван от неожиданного удара и под тяжестью мешка упал на пол лицом и от боли замычал. Василий, показывая на лежащего друга, объяснил «А еще бригадир, смотрю, ворюга, несет от склада мешок с колхозным добром. С трудом я его дотащил сюда. Здоровый Боров, как немец упирался. Мне инвалиду с ним было тяжело справиться. И хотя мы друзья, я его на фронте спас, но как член партии не могу скрыть врага народа». Иван изменился в лице. Из гордого и напыщенного он превратился в жалкого, беспомощного человека, полулежащего на полу под мешком краденого гороха. Начальник НКВД ловко надел задержанному бригадиру наручники. Тут же был составлен акт по изъятию краденого гороха. Предсяг сельсовета и предсяг колхоза стали понятыми, а Василий был допрошен в качестве свидетеля. Иван увезли в городище, а через пять дней его привезли на показательный суд. Иван был сильно избит, лицо в синяках, на демносерке вместо медалей запекшаяся кровь. На суде Иван сознался, что он был еще на фронте, завербован немецкой разведкой и специально воровал в колхозе семяное зерно, чтобы разорить колхоз. Ему определили большой срок лишения свободы и отправили на лесоповал. Когда после суда Ивана сажали на милицейскую повозку, к нему подошел Василий, на его груди висели медали. Он наклонился к Ивану и тих сказал, «Разве на фронте мы так договаривались жить? Тебя власть испортила, прости и прощай, все это сделал ты». Иван слесповал и не вернулся, видно сгинул в лагерях, а Василий списался с фронтовым другом из Ташкента и со всей семьей уехал. Говорят, он в Ташкенте заведовал фруктовым садом, дети выросли и уехали учиться в Москву. Эту трагическую историю пересказала мне моя многострадальная мама. Работая над этим рассказом, я не назвал фамилии моих земляков и изменил их имена. Надеюсь, что эта грустная история кого-то научит доброте. Рассказ написан 11 марта 2009 года.